привет друзья привет вы знаете у меня есть такое стойкое ощущение что наверное не надо бы мне слишком часто выступать формате такого эрудированного знатока в телеэфире но все дело в том что по пятницам а сегодня пятница строго по пятницам я выпускаю регулярно свой журнал который я назвал когда-то по-английски music sky вот посмотрите меня уже давно спрашивают а почему я так назвал этот видеожурнал но music sky в переводе с английского языка означает музыкальное небо но музыкальное я думаю всем вам понятно потому что контент моего канала в ю тубе это показать свою музыку песни музыкальный контент содержание музыкальное а вот небо почему все-таки небо вы знаете я ведь на самом деле очень долго думал прежде чем дать такое название своему журналу у американцев есть такое сочетание sky music но это другое это переводится небесная музыка а у меня небо небеса а вот вы когда нибудь задумывались что такое доброта но наверное многие из вас сейчас до конца не понимают но доброта ну благотворительность и так далее я не имею ввиду состояние человека в психическом аспекте вообще понятие доброты сложная на самом деле доброта как высшая степень нравственности в человеке или как положим черта его характера и теперь давайте посмотрим на все это немного по-другому все вы наверняка видели и представляете хорошо себе ночное звездное небо а о чем вы думали в тот момент ведь согласитесь небо оно заставляет задумываться вот когда вы были ребенком то для вас небо было сплошной загадкой оно ну как сказать задавало много вопросов оно вас волновало по-настоящему волновало а вот когда вы уже стали взрослыми ваш взгляд устремленный в звездное небо заставлял вас задуматься уже собственно самой жизни все ли я правильно делаю в этой жизни а кто-то наоборот вспоминал свое детство и родителей своих родителей которых уже нет с вами но вы пытаетесь их почувствовать где-то там в небесах словом небо или космос обладает огромнейшей энергией которую вы ощущаете на себе как только прикасаетесь к нему хотя взглядом а теперь внимание космос или небо в любую минуту контакта посылает всем нам сигналы доброты вдохновения любви только не подумайте пожалуйста что я верующий набожный вовсе нет я человек светский безусловно я уверен что каждый человек в себе чувствует что-то такое ищет себя ну как бы это выразить ищет свой собственный образ того во что он хочет верить и это его вера она связана с его личной свободой вернее я бы сказал стремлением к своей свободе каждый человек хочет быть свободным а религия заставляет всех людей думать одинаково ну если можно так сказать ходить стадо она объединяет людей на основе веры в то что до сих пор еще не доказано а наука наоборот основывается на доказательствах и фактах и поэтому идет вперед развивается и все-таки я не об этом я о понятии доброты и вот обратите внимание творческих людей большинство если вы умеете печь вкусные пироги то это уже творчество если человек любит допустим рыбалку то это уже творчество я бы сказал даже искусство а что же заложено в основе всего этого вы когда-нибудь задумывались а в основе лежит взаимодействие двух энергий вашей внутренней и окружающей вот допустим смотрите рыбак сидит на берегу реки ну там держит удочку ждет когда клюнет не клюнет и он сам не подозревает что на него действует огромная энергия воды а если еще и ясное небо над головой и звезды то это усиливается вода обладает огромнейшей энергией вот почему подойдя к берегу моря мысли куда-то улетают в сторону море словно начинает разговаривать с вами происходит взаимодействие двух энергий потому что ваш мозг не только умеет принимать какие-то сигналы он еще их и посылает ведь уже давно ученые доказали что например вот дельфин самец посылает сигналы только своей единственной самки а она находится от него в радиусе 500 километров вы понимаете что это такое вы просто подумайте об этом подумайте серьезно ну вот допустим я сейчас постараюсь объяснить вам это на своем примере ну вот выступаю я перед публикой и играю ну скажем на саксофоне какой-нибудь блюз кстати мне все равно на чем играть музыканты мои друзья хорошо знают меня как музыканта поле инструменталиста поэтому это не обязательно может быть саксофон это может быть гитара акустическая или электрогитара ну и блок флейта и клавишные инструменты любой синтезатор или аккордеон там в общем не важно и вот я соприкасаюсь со своим инструментом как бы выжимая из него все что я умею делать и его звучание и и вот эта вот игра она меня заводит она начинает меня вдохновлять и вот эта энергия это чувство она передается публике который меня слушает и в короткими взглядами общаясь с людьми я вижу как они сопереживают со мной кто то улыбается иногда кто то вот просто они посылают мне свою любовь и идет взаимосвязь двух энергий у них эта энергия коллективная она сильно на меня действует я ее чувствую я ее поверьте я ее ощущаю ощущаю через их доброту тепло и понимаете я стараюсь ответить им тем же еще с большей энергии и вот этот процесс заложен в природе человека в его основе если бы этот процесс развивался постоянно или хотя бы поддерживался тот цены не было бы такому обществу это было бы общество то о котором мечтали все философы мира кстати точно такой же процесс происходит в храме в церкви когда батюшка поет молитву прихожанам ну никакой разницы процесс один и тот же и бабушка которая напекла вкусных пирожков своим деткам видят как они их уплетают за обе щеки то есть дети через вот этот вкус все равно бабушки посылают сигналы мол какая у нас бабушка то замечательная молодец они посылают ей любовь а бабушка чуть ли не плачет ешьте детки ешьте на здоровье да и любой человек который что-то сотворил своими руками или умом что-то придумал такое прогрессивное передовое понимаете испытывает результат своего труда своей деятельности ощущает огромное счастье от этого получает дополнительный заряд энергии и вы знаете доброта это не величина которую можно назвать постоянной константы она меняется все время в людях и вот основа здорового общества это и есть доброта нравственность высокая нравственность культура пожалуй я слишком далеко зашел в своих рассуждениях но вот именно по пятницам я и делюсь с вами своими мыслями обо всем об искусстве об истории о религии о здоровье а в течение недели я публикую свою музыку поэтому как всегда приглашаю всех вас принимать участие в виде комментариев обсуждений что вы думаете по этому поводу и в заключении этого выпуска предлагаю вам послушать свою музыку в форме видеоклипа заранее с вами прощаюсь как всегда напоминаю подписывайтесь и в моем лице вы получите всегда подписчика и всегда всех вас жду к себе в гости удачи успехов счастья доброты здоровья в наступающем старом новом году ну вот так пока друзья пока